В Центре детского и юношеского творчества подвели итоги целого ряда выставок, которые проходили в Харциске в течение учебного года. На обобщающей выставке «Копилка ремесел» представлено все самое лучшее. Эта выставка у нас сегодня проходит посвященная к 70-летию Великой Победы. Ребята старались выполнять эти работы, показать свое творчество, свой креатив. Я на этой выставке увидела много в этом году мягких игрушек, много материалов, которые ранее не использовались с детьми. И тот аспект, который мы всегда показывали, техническое творчество, немножечко сократилось, но появились самолеты военные, появились машины. И вышивка бисером в направлении христианском. Поэтому я считаю, что эта выставка, она более такая одухотворенная. Всего в «Копилку ремесел» попали около 600 работ. Компетентному жюри предстоит выбрать из них сотню самых-самых. У нас есть определенные направления, по которым мы оцениваем. И оценка идет по качеству выполнения, по возрастным группам. То есть детки, младшие школьники, среднее звено и старшие. Потому что качество работ, естественно, от этого зависит. Оксана Поклад уже не первый раз участвует в подобных выставках. По словам девушки, рукоделие стала неотъемлемой частью ее жизни. Я разносторонняя личность. Я пробую все новые и новые виды искусства. Но начала я с рисования. Училась в художественной школе 4 года. Потом занялась рукоделием. Это бисероплетение, вышивание картин бисером. Также научилась украшать фигурки пайетками. Мама научила вязать. И сама владела искусством модульного регами. Занимаюсь им уже около трех лет. Пробую все новые и новые схемы, составляю свои. На достигнутом Оксана останавливаться не намерена. Раз за разом открывает для себя новые техники. В последние несколько месяцев я открыла для себя новую технику. Это цветы из гофрильной бумаги. Занимаюсь я сейчас, пробую что-то новое, свое пытаюсь придумать. Также делаю бижутерию, надето для себя, для мамы, для младшей сестренки. Участница выставки Марина Лаврова рукоделием занимается с 6 класса. И на сегодняшний день создала уже столько личных шедевров, что сбилось со счета. Работ. Не знаю, но их очень много. Очень. Некоторые привозят, ну мы на конкурс отвозим. Они себе оставляют, потому что им нравится и не привозят. Аня Черная с удовольствием вышивает бисером. В ее творческой копилке уже более ста картин. Во время вышивания девушка полностью погружается в процесс, поскольку техника работы с мелкими деталями требует предельной сосредоточенности. Я работаю в технике бисеровышивания и очень люблю эту технику, так как она помогает избавиться от плохих мыслей. Вот просто вышиваешь для себя, это интересно и очень красивый результат. Еще одна участница выставки Настя Куракова, как и Аня, увлекается вышивкой бисером. Больше всего я люблю работать с бисером. Я люблю вышивать большие картины бисером. Это очень красиво, да, это очень долго, но потом получаются очень красивые изделия. То есть можно повесить как дома картину, так же это можно подарить, то есть как сувенир. Организаторы выставки уверены, что экспозиция нынешнего года даст хороший толчок к развитию в городе детского и, разумеется, юношеского творчества. Даже с учетом нынешней, мягко говоря, нестабильной обстановки в регионе. А может быть и даже вопреки ей.